Задавайте вопросы, а потом уже придет пианист, и мы будем играть. Я так думал, что у нас будет и мастер-класс небольшой, и плюс я поиграю, потому что всегда людям интереснее больше слушать, вернее, музыку слушать, чем просто разговор. Что у вас было самое трудное в музыке? В музыке? Тяжело сказать, что у меня было самое трудное. Папа профессор, наверное, поэт? Дедушка, пожалуйста. Но я никогда как бы... Это как раз не трудно. Трудно, в музыке у меня никогда ничего не было. Я так думаю. Мне всегда было легко. Трудно всегда, когда сидишь, ничего не делаешь. Бывает между турами или концертами, бывает промежуток недели-две, когда не выступаешь, ничего не делаешь. Вот это вот время, когда даже не депрессия, а просто все тянется долго, и кажется, что жизнь уходит зря. Я согласен работать 2-4 часа в сутки выступать, тогда как бы доволен. А, кстати, вот эту машинку приобрел буквально неделю назад. Причем даже не думал, что она мне понравится. Я пользовался простой сельмеровской, а тут я как бы почувствовал, что совершенно по-другому все. Она... это вандорра кожаная. Тут пластинка такая идет, и... Во-первых, трость прижимается, и совершенно... Даже те трости, которые не играют, тут начинают звучать почему-то. Это секрет, я не знаю что-то. Я вообще такой человек, что я не люблю ничего менять. Я могу играть 20 лет на одном чем-то. У меня есть друзья, которые меняют, может, штуки, пытаются что-то находить. Я вот что-то взял, мне подошло, я ничего не меняю. Лени Тристана аккомпанировал в один из дней Чарли Паркера. Говорит, ребята, если вы хотите, вот сегодня вечером будет Чарли Паркер выступать в таком-то клубе. И вот Фил пришел на этот концерт. Для него увидеть было Чарли Паркера, это как познакомиться с Богом. А у Фил Лудзо был тоже саксофон, но у него был баланс-экшн, старый саксофон. Он не особенно был им довольным. У штуки даже не знаю, какого у него было, что-то там... Кеф Влебен, может быть, и Сельмер, не знаю. А Паркер обычно играл, у него не было своих саксофонов. Он их либо отдалжил, либо терял, либо ломбарды скидывал, потому что денег не было существовать. И так получилось, что Чарли Паркер играет с квартетом, но он играет на баритон саксофон. Поэтому ему не достал нигдеально. Что-то было под руками, ему дали, но он пошел лишь бы отыграть, чтобы заработать денег. И тут Паркер играет, он видит, что все нормально, что-то ему неудобно. Он подходит и говорит, господин Паркер, может вы хотите использовать мой саксофон? Хотя сам Фил Вуд заранее знал, что саксофон ужасный, на нем ничего не звучит. Вот это, на чем он висит неудобно, натирают шею, там, муштук не такой, тройски не такие. Он говорит, Паркер, хотите попробовать? Паркер говорит, да, конечно, саксофон. Я возьму твой саксофон. Он взял и начал играть. Он убедился, что с саксофоном было все в порядке. Он как играл, Чарли Паркер, ничего не изменилось, ноты берутся, муштук звучит, трость не подходит, это никому ничего не натирает. И он потом понял, что единственное, что надо делать, не менять саксофоны, а муштуке просто начать заниматься. Вот это его история, о которой он рассказал. Иногда ему музыканты тоже, студенты, задают вопросы. Я сам был свидетель такого, когда это было в Телевизе, когда к нему подошел парень, он говорит, «Если я возьму твой саксофон, я буду играть точно, как ты», то вы скажете, «На, попробуй». Один раз я даже слышал, когда Киджареду задали вопрос, «Если мы будем играть на таких роялях, как вы, мы будем тоже такие же перенести, как вы?» «Ну, сядь сейчас, зато в рояль, где я, и поиграй, и посмотришь». В принципе, я считаю, что в раннем возрасте надо начать заниматься классической музыкой, базой классики. Нельзя начинать сразу от «клаза», потому что это ничего не даст. Если не будет фундамента классического, твердого классического фундамента, даже лучше всего начать с кларнеты, лет 7-8 только потратить на кларнеты. Вот все удачные альтисты – это все хорошие кларнетисты, все менее удачные саксофонисты – это флитисты. – Роберт, а у вас есть какой-нибудь свой прием с трех поток, с первыми этапами? Могли бы нам показать? – Я даже не думаю, что он у меня есть, потому что на сегодняшний день очень тяжело что-то свое придумать. Могут быть, конечно, если кто-то записывает мои соло или снимает какие-то транскрипты, он что-то увидит мое, но лично я, когда сам себя слушаю и анализирую, очень тяжело сказать, где я, потому что у меня есть запись у Лудза, 9 концертов. И я даже помню, когда мы играли вместе, что я себя ловил на той мысли, что я мыслю примерно как и он, и мне иногда тяжело даже играть, потому что он начинает играть, а я как бы продолжаю его. Либо я закончил, а он продолжает меня, и я не понимаю, что происходит. Иногда я останавливаюсь, думаю, я играю, или это он играет, время игры, а продолжать надо играть, потому что вы-то меня. И мне как бы тяжело сказать, что у меня есть что-то мое, потому что я взял и от Чарли Паркера много, и от Фил Лудза, и Кеннон Булэддер, или где-то Джонни Ходжерс, может быть, Бенни Картер, опять же, это все великие альтисты. Конечно, у меня нет ничего Дэйв Сэмберн или Кенни Гарретта, потому что я не особенно люблю эту музыку. Я люблю, как бы, Кенни Гарретта, я с ним знаком, но, опять же, Кенни Гарретт, он, как говорится, совершенно другой, это фанковый альциксафонист, он, как говорится, современный джад. Я больше, как бы, люблю музыкантам поперов, таких, как на сегодняшний день, допустим, Уисем Херринг, Джесси Дэвис. С Джулиани мы с ним работали, но с Джулиани это больше похоже на Кенни Гарретта, можно так сказать, у него такой вот звук плотный, он, как машина такая. Вот буквально в мае у нас был концерт посвящения Чарли Паркеву, мы трое играли, я, Розавио Джулиани и Лассе Ландерсу. С Джулиани мы знакомы уже лет десять, наверное, что смешной мальчик, как бы, и трианец, невысокий, но дует так, что, в принципе, любой чёрный будет позавидовать, столько энергии, у него. В связи со всеми этими накатанными ходами, секвенциями, как развивается джаз и империализация, как вы мыслите, как будет развиваться дальше музыка, в какую сторону? А я вам скажу такую вещь, что не пытайтесь никогда играть секвенции во время музыки, это ничего не даёт, это мёртвая игра будет. Если вы играете любой стандарт, то гармонии везде повторяются, если вы будете играть, я сейчас приведу к примеру, есть композиция If I roll a bell, либо вы начнёте играть I love you, там та-да-да-да, там похожая гармония, если вы начнёте их обыгрывать, то вам все будут говорить, что вы играете все время одно и то же, потому что фа-соль, соль-до, фа-соль. Даже если вы будете играть, я всегда говорю, что я так, я всегда брал, как бы, за пример всегда Бэн Уэбстера, потому что, нельзя сказать, что человек играет по гармонии, он играет душой, и он старается сыграть мелодию поставил. И то же самое ранний Coltrane. То, что он изобретал, это понятно, но он всегда играл мелодию, если вы слушаете, там есть мелодия. И тот самый Декстер Гордон. Там нету просто каких-то секвенций гамма, это потом придумали, что это стало секвенцией, они, может быть, и не знали, что это так называется в тот век. Пол Гонзалвес тоже придумал такую систему, которую сейчас играют многие, тот же Лю Табакин и тот же, к примеру, Джеймс Картер. Они это не придумали, это придумал еще для них тот же Пол Гонзалвес. Эдила Джоу Дэвис придумал двойную игру двойным языком, просто использует сейчас тот же Джеймс Картер, это не они придумали, а для них придумали еще 50 лет назад. Ну и быстро развивается вот дальнейшая прогрессия в музыке? В Америке или где? Ну в Америке я вам скажу, что в Америке там сейчас все по-другому, это не та Америка, которая была в 50-х годах, 40-х и 30-х. В Америке там все движется с сумасшедшей скоростью, там есть как бы отдельно клубы, где только собираются бопперы, отдельно, где только фан, отдельно, где только хардбоп, отдельно, где андеграуды, где только фри-музыканты собираются. Джаз-рок в Нью-Йорке практически нигде не играет, только в Лос-Анджелесе. Для Нью-Йорка это закрытая тема, там либо играют латинско-карибскую музыку, либо современный бип-бок. Батальный джаз, более-менее. Но от этого, наверное, музыка в целом теряет, потому что от смешания стилей, наверное, что-то новое может произойти. Нельзя сказать, что что-то теряется, потому что все равно слышно, когда американский джаз, вы видите, что там все на месте и фундамент, база, все это звучит. У них есть и ритм сумасшедший, и каждый сексофронист, который играет, у него хорошая техника, базовая техника, и многие из них проходят хорошую школу бип-бопа. Другое дело, что есть очень много музыкатов, которые около джазовых, но это как и везде, в принципе. Как бы, альт, альт это вообще сложный инструмент, мало же альтистов хороших в мире. Зовите мне вот хотя бы 10 человек, с трудом можно набрать. Это опять же, но если начать там, из современных альтистов, вот, американских, я даже вот не знаю, кому сейчас, ну, допустим, Кенни Гарретт это один, Уинсен Херринг это два. Я больше не знаю, вот, по моим критериям, я музыкану, у которого должна быть сложная база, артикуляция каждая, она отскакивает. Я не люблю, когда он елозит пальцы, или где-то гнусавый звук, или он где-то высит внизу, наверху, либо зажатый звук. Я вот таких альтистов не люблю. В методике преподавания что-то изменилось за последнее время? Ну, как, допустим, добиваться, да, этих же результатов базовых, ну, за более короткие промежуты времени? Я вам скажу, что в Америке, как и во всех странах, и в европейских, и западных, нет подхода такого, как в России, что учитесь встает и бьет указки, и говорит, что ты должен делать. Там, в принципе, наплевать, что с вас будет, там получают деньги, вы платите, это уже ваши проблемы, вы научитесь или нет? Это здесь, как бы, допустим, Васильчук, он болится, чтобы были фундаменты, а там наплевать, даже тому же Фил Вудзе. Вы пришли, вы платите ему деньги, это твои проблемы, если с тебя ничего не будет. Ты платишь мне деньги, я с тобой занимаюсь, ты не будешь платить, я не буду заниматься. Самая большая школа, это вообще ходить и слушать. Потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, это не помогает, когда вы не знаете, что происходит. Есть миллион людей, которые могут снять транскрипции, записать их на ноты, а сами играть не могут ничего. Такое тоже бывает. Я сталкивался с очень многими людьми, у которых потрясающий слух. Они выписывают любые самые сложные композиции, какие там и брекеры, и колтрееры. А попросить его что-то сыграть хотя бы примитивно Джорджа он не может. Я уже не говорю о каких-то других песнях. Over the Ramble. Даже это не могут. А выписывают прямо там такие ноты, что-то у вас страшно заглянуть, все черно. Родорф, а мне вот интересно, вот с Фил Вузом ты именно к нему целенаправленно стремился? Или просто вот из всех музыкантов вот получилась возможность именно у него учиться? Потому что там же и ликонец, и то же. Я знаю ликонец очень хорошо, но я не люблю игру с детства, я не могу. Я даже вам сейчас скажу, что если вы знаете, есть такой диск, называется The Burst of the Cool. Это диск девяносто первого года. Это Джерри Маллиген сделал диск Reunion в своей музыке, которую записал с Майлз Дэвисом. Если там был The Burst of the Cool, это был Reburst of the Cool. Перерождение. И там должен был участвовать Майлз Дэвис, должен был опять же участвовать ликонец. Но Дэвис тому времени уже еле играл, он не мог. Ликонец был в турах и не получилось у него ничего сделать. И, в общем, так получилось, что Джерри Маллиген пригласил на запись Фил Вудзо. Уаллес Руни играл на трубе, это ученик Майлз Дэвиса, который, в принципе, копирует его в один в один. Похоже. Ну, по-моему, было, что состав был примерно такой же, как и там. Мел Турме также спел там песню. Даже Джим, примерно как, было 50 лет назад. И когда Ликонец узнал, что пригласили Фил Вудзо, он позвонил Джерри Маллигену и говорит, «Скажи, ты хочешь сделать перерождение горячего или холодного вообще?» И, знаете, «The Burst of the Cool» или «The Burst of the God». Потому что Фил Вудз никакое отношение к «Кулу» не имел. Хотя Фил Вудз в свою жизнь мечтал играть. Так вот, я вернусь к тому, что я как бы с творчеством Фил Вудзо познакомился. У меня была запись первой европейской ритм-машины его. Это концерт в Монтре в какой-то год. Это, по-моему, 70-й, 71-й год. 71-й год. Я тогда просто обалдел, когда я его слышал после «Крэму Эдер» или такого альтиста. Я как бы знал, что есть Фил Вудзо, но из того, что я слышал, мне как бы не понравилось то, что я слышал до этого. Я вообще скажу, что иногда есть записи, к которым я привыкаю Фил Вудзо. Потому что я как бы понимаю, что это здорово, но мне надо, чтобы это осмыслить. Даже самые его лучшие диски хотя бы два раза послушать, чтобы понять, что это гениально. Я когда слушаю, мне кажется, что-то не то изначально. Хотя я понимаю, что такого не может быть. А как бы Фил Вудз мне близко, потому что, во-первых, я люблю такого плана звуки, когда у него от верха до низа звучит идеально всё. Строю у него идеальная, как бы артипуляция такая, как я люблю, фундаментальная. Нельзя сказать, что человек там играет негармонически или где-то там с погрешностями. То, что мог себе позволить там, допустим, «Крэму Эдер» или зажимать верхние ноты, или чуть-чуть там отклоняться от гармонии, то Фил Вудзо играет настолько всё точно, что по нему можно смотреть. У него есть диск, вышедший пять лет назад на фирме «Филологи». «Соло» называется, он играет один там. Там вещей десять-двенадцать. И там, в принципе, я всегда своему пианисту говорю, если ты хочешь просто позаниматься, возьми этот диск и играй с ним. Фил Вудз начинает играть один, что бы то ни было, баллада или блюза, он взял темп, он играет, и можно подставлять гармонии, и там всё соответствует. Я у него спросил, я говорю, ты писал этот диск под метроному? Говорит, нет. Я просто играл, он говорит, у меня гармония здесь была. Он говорит, ты же когда играешь, ты же знаешь, что ты играешь. Тебе не надо слушать постоянно аккомпанировать. Это болезнь всех, кто занимается с «Майнус Ваном» и Джеймем Аберсольда. Вы когда занимаетесь, допустим, для студента это нормально, но, допустим, Хал Галпер, который записывал эти «Майнус Ван» и всё, который когда-то работал в «Прио» свободно, он сразу будет определить музыканта, который занимался и занимается под «Минуса», потому что «Минуса», во-первых, вас учат заведомо играть мёртвым. Вот они-то записаны под другого солиста. Вы пытаетесь играть под эти вот плейбики, которые… Это всё хорошо, чтобы выучить стандарт, но это не хорошо, чтобы с ними заниматься уже, будучи нормальным музыкантом. Допустим, для меня это сложно играть. Я начинаю играть, и мне уже после первых, как бы, после первых четвёртых актов скучно, потому что я понимаю, что они играют сами по себе, а я сам по себе. Я вот часто играю с Ларри Уиллисом или Кенни Барроном, например. И с этими музыкантами бывает такое, что вот вы играете, и вы чувствуете, что вы немножко отошли от формы в плане того, что, ну, может быть, вы что-то перепутали, и немножко сыграли неправильно гармонически. Музыканты этого умеют это так скрыть, что получается такое ощущение, что вы просто сыграли специально настолько интересный оборот, что вы даже сами не представляете, что такое возможно. Я всегда даже Ларри говорю, я не знаю, что ты со мной делаешь, я говорю, но я когда с тобой играю, это не я уже. Это кто-то другой. Мы когда здесь в Москве с ним играли, у нас была одна репетиция буквально. Мы пришли в клуб «Союза композиторов», я тогда пригласил Пашу Тимофееву, барабанщика, и Серёжу Васильеву, контрабасиста. Ларри привёз весь свой материал, как бы музыка, которую ни я никогда не слушал, и никто из музыкантов, то есть, кроме него, никто об этой музыке не знал. И как бы мы начали играть, я говорю, как она должна быть? Вот играй так, как ты хочешь её играть, так, как не надо, чтобы тут был Джаки Макклеен или Вайн Шортер, вот играй, играй Роберта, не надо мне играть тут Силлудзе и всё. Вот так, как ты хочешь, играй даже не те ноты, чтобы было больше тебя. И был когда-то ещё саксофонист такой Арни Лоренс, это первый человек, который создал New School в Нью-Йорке. Он лет 15 назад переехал в Иерусалим, у него жена еврейка была, он, в принципе, и сам был еврей, и он переехал в Иерусалим, он был немножко верующий человек, и он уже не находился в Америке как бы, и вот мы с ним часто встречались, играли, и он мне всегда говорил, не бойся брать не те ноты, он говорит, мне ещё Теллониус говорил, мог, чем больше будешь брать не тех нот, тем больше ты быстрее научишься играть правильно. Потому что если ты будешь постоянно за каждую ноту думать, я сыграл неправильно, он говорит, играй заведомо неправильные ноты, тогда из твоих неправильных нот выйдешь именно твой, твой стиль, и будешь именно ты. Потому что иногда вот я слушаю даже записи, когда он играет баллады, иногда бывают какие-то места, где он явно специально играет что-то немножко, как бы, атонально, можно так сказать. В те годы это было как бы неправильно играть, вот мне рассказывал даже Фил Вуд, что это считалось зазорно, если музыкант, допустим, в фа-мажорном блюзе может сыграть, допустим, без фа-диеза до диеза, допустим, до бекар и фа-бекар, например, где-то, там где-то невозможно. Сегодня же такие музыканты, как Галли Бартс или Сонни Форчин играют просто без всяких проблем, идет минорный блюз, а они играют мажорными фразами. В то время такого не было. Тогда либо точно все соблюдалось, если вы слушаете там Чарли Паркера, Кэнпбелла, либо Бенни Картера, настолько все точно, логично, никто там лишние ноты не брал просто. Если случайно там кто-то возьмет вместо фа или фа-диез, уже переписывали другой дубль. Сегодня настолько далеко ушла музыка, что можно играть, в принципе, начать играть тональности фа-мажора, потом подняться на полтона вверх, упуститься вниз, пионист идет за тобой, и как бы все говорят, я ушел в современный фа. Я помню, мы как-то с Игорем Бутманом шутили на тему, что это было где-то несколько лет назад, там есть, мы с ним играли, и он говорит, там неудобные какие-то гармонии там. Я говорю, мне тоже неудобно. Я говорю, ну смотри, в принципе, он говорит, играй как тебе хочется, и говорит, в каком случае скажешь, что ты играл в стиле Калтрейн. Уже сегодня же тяжело сказать, ты вылетел из ритма, или ты не сыграл, я сыграл типа Калтрейновский какой-то ход там, тритоновые замены, а что там происходило, никто не понимает. Особенно многие музыканты любят играть свою музыку, потому что в своей музыке тяжело людям понять, вообще он играет правильно или неправильно, потому что как бы, если это ладовая музыка, то это тяжело понять вообще, что происходит. Если же это стандартная музыка, то там видно все, оно все наяву происходит. Когда музыкант играет, понятно, что он сыграл правильно, но он сыграл просто неправильно. Я часто спорю со своим пианистом, что мне нравится аккомпанемент его, и он играет, допустим, неправильные какие-то ченжи с его аккомпанементом. И он мне говорит, как ты вообще занимаешься, что ты делаешь? Я говорю, я, во-первых, внутри себя слушаю ритм, даже если я играю соло или какую-то каденцию, то у меня в ушах звучат контрабасы, фантепады. Если я начинаю играть какую-то мелодию, то люди слышат, что я не ухожу никуда в какие-то там гебри, я играю точно, и по мне, если сейчас сядет бионист, он совпадет в любом аккорде. Я не буду играть что-то такое. Вот, к примеру, я начну играть блюз, вы поймете, что я в сетке блюза нахожусь. Даже если я, к примеру, чуть-чуть начну его усложнять, все равно понятно, что я по мелодии играю. Допустим, к примеру, я всегда поставил мелодию и начну ее импровизировать. Играет музыка 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 вы поняли, что это происходит. И то же самое с любым стандартом. Даже если я начну играть просто балладу, медленно вы все равно услышите, что я держу в термоне. Я могу любую сыграть, потому что займусь сейчас время. 6-7 минуты будешь. Допустим, какую сыграть саму... Предложите любую мелодию. А у меня нет любимых. Или они все любимые, или вообще нет. Я же знаю. Пожалуйста, предлагайте. А вы знаете, где еще произведение Гиловузского «Лето знает»? Это Мишель Леграна. Да. Примерно да, но там она немного сложноватая в плане того, что я могу ее сыграть, но... Там на модуляциях стоят эти... Это секвенционная музыка Леграна. Я могу ее сыграть, но соло играть просто... Там тяжело вам будет понять, что происходит в этом. Потому что... Там несколько, как бы, модуляций. Давайте что-то ближе уже... Давайте раунд мидной тогда. Самый знаменитый. Вомне. 에 Barnett Леграна. Восторг. Haven Vaugh. Поговорит. Не acost since до vuelta Играет музыка 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 Играет музыка